Здравствуйте! С вами снова Александр. И сегодня я хочу рассказать вам о коляске американского бренда Apo Baby. Модель называется Vista. И рассмотрим мы с вами сегодня комплектацию 2 в 1. И что же из себя представляет коляска Apo Baby Vista? Она в комплектации 2 в 1 предназначена для детей с рождения до 5 лет. И максимальный вес ребенка, будучи уже соответственно в прогулочном блоке, не должен превышать 22,5 кг. Вот. Собственно, перейдем к обзору. Сначала я вам расскажу не с люльки, а с прогулочного блока. Что из себя представляет прогулочный блок? Какие у него интересные особенности? Начнем мы с козырька. Козырек, как вы видите, он достаточно крупный. И хорошо будет закрывать ребенка. Но здесь есть такая вот фишка. Я думаю, сейчас вам видно будет. Здесь внутри прячется еще одна часть козырька, которая увеличивает его до очень больших размеров. Эта часть выполнена из солнцеотражающего материала, поэтому летом ребенок будет себя там комфортно чувствовать. Соответственно, и в дождь, и в ветер можно его все равно выдвинуть и дополнительно защитить ребенка. В самом козырьке есть еще дополнительно смотровое окошко с москитной сеткой, которое закрывается этой же тканью крышечкой, из чего сделал сам козырек. И сама крышечка крепится к прогулочному блоку не просто липучками, которые быстро приходят в негодность, а именно магнитами. Бросили, все. Это достаточно хорошо, плотно держится. Что касается безопасности в прогулочном блоке, здесь стандартно установлены пятиточечные ремни, система пятиточечных ремней с мягкими накладками на плечевую зону ребенка, чтобы не травмировать плечи ребенка. Также в комплектацию входит еще и бампер. Бампер легко отстегивается, убирается в стороночку, посадили ребенка, поставили обратно. Очень удобно здесь реализована эта система. Наклон самого прогулочного блока реализовывается тоже несложным способом. Здесь сзади на спиночке есть кнопочка. Ее отжимаем и регулируем. Здесь, сейчас я посчитаю количество ступеней. Так, раз, два, три, четыре, пять. Да, пять положений спинки. Поэтому можно найти удобное положение для ребенка очень легко. С самого лежачего до практически полностью сидячего. Единственное, что мне лично не очень понравилось, хотя это считается правильным, положение ребенка здесь, когда вы кладете его горизонтально, сам прогулочный блок, он реализован таким образом, как гамак. Получается, ребеночек немножечко скручен в нем. Мне лично больше нравится, когда полностью горизонтальное положение. Также для ребенка есть подножка, которая регулируется с помощью двух кнопочек по краям. Нажимаем. Вверх, соответственно, можно поднимать, ничего не нажимая. Вот тут несколько положений. А чтобы опустить, нужно нажать все-таки две кнопочки. Благодаря этой подножке можно тоже комфортно устроить ребенка в прогулочном блоке. Что еще у нас в прогулочном блоке особенного? На мой взгляд, особенность еще то, что этот блок можно устанавливать как по ходу движения, так и против хода движения. Я думаю, родители оценят, когда маленького ребенка будете возить, и он будет смотреть на вас, а не в сторону улицы. На мой взгляд, это очень удобно. Все поставлю обратно. Все, как видите, это все очень просто и легко делается. Что касается ручки. Ручка здесь очень удобная, с прорезиненного материала. И высота этой ручки регулируется самым правильным образом. На мой личный взгляд, она телескопическая. И выдвигая люльку, ой, пардон, выдвигая ручку, вы отодвигаетесь тем самым дальше от коляски. И при прогулке, будучи высоким родителем, не будете биться ногами об шасси. На мой взгляд, это очень правильная конструкция. Так, что касается самого шасси. Шасси здесь металлическое и очень прочная конструкция. Здесь все очень хорошо, качественно сделано. Ни зазоров, скрипов, ни люфтов, ничего здесь нет. Также для комфорта ребенка, вот в этом месте, есть амортизаторы для плавности хода прогулочной коляски. Виста. И, как вы уже заметили, на шасси установлены большие колеса. Сзади они прорезиненные, как и спереди. Единственное, сзади радиус все-таки колес больше, чем спереди. Они не надувные, поэтому проколоть их шансов у вас не будет. Передние поворотные с возможностью блокировки. В случае, если нужно преодолеть плохую неровную дорогу, заблокировав колеса, вы это сделаете легко. И огромный плюс этой коляски, это ее огромнейший, просто невиданных размеров багажный отсек. Туда можно, я не знаю, еще только туда нельзя положить. Плюс еще здесь есть дополнительно, видно я вам, здесь, вот дополнительно здесь кармашечки, в которые можно бутылочку положить, еще что-то, чтобы оно там не каталось на дне. Так, собственно, это все, что касается непосредственно прогулочной части. Весит, кстати, эта конструкция около 12 килограмм. Шасси с прогулочным блоком. Вместе имеется в виду весит 12 килограмм. Так, а теперь я расскажу вам про люльку. Но перед этим хочу показать, как складывается эта коляска. Хотя, в принципе, я покажу вам, как она складывается с прогулочным блоком, потому что навряд ли будете снимать его предварительно. Вот так это выглядит. Все, а эту часть вот так отгибаем. Все, и вот такая у вас получается конструкция. В принципе, все очень легко и просто. Все, ставим обратно и вперед. Чтобы сложить коляску, здесь с левой стороны, с внутренней части, ее на видео будет плохо видно, но здесь маленькая кнопочка, на которую мы нажимаем и продавливаем ручку вниз. Тем самым срабатывает механизм складывания. В принципе, ничего сложного, если вы поймете, как это делается. Что касается люльки. Люлька, вот вы видите, каких она размеров. Она достаточно крупная, глубокая и хорошо, на мой взгляд, защищенная. В козырьке, в этой коляске, так же, как и в прогулочном модуле, есть тот самый дополнительный козырек из того же материала солнцезащитного, как и в прогулке. Так же легко убирается и вытаскивается. Если мы уберем накидку на ребенка для люльки, то увидим, что в комплектацию этой люльки входит матрасик, напоминающий махровое полотенце. Очень приятное, тактильное. Реально, вот прям классно трогать. И он толщиной в районе 2,5 на 3 сантиметров. И он достаточно упругий. Он не слишком мягкий, такой, как надо. И этой же тканью практически очень похожей обита внутренняя часть люльки. Она тактильно тоже приятная. И что самое главное, дно здесь выполнено из дерева с вентилируемыми отверстиями для притока свежего воздуха. И сама ткань, из чего сделана люлька, она очень плотная, износостойкая и непродуваемая. Поэтому даже при сильном ветре ребенок будет очень хорошо защищен. И еще интересный момент вам хочу рассказать. В козырьке есть такая фишка. Под замочком открывается и закрывается. Если вы открыли, отодвигаем ткань. И здесь вы видите москитную сетку. Благодаря чему насекомые попадать не будут. И тем самым вы, отодвигая, открывая этот отсек, создаете дополнительный поток воздуха ребенку. И еще, когда я вам рассказывал про багажный отсек, про то, какой он весь большой, здесь есть одна маленькая особенность. Я вам ее не сказал, потому что стоял прогулочный блок. Хорошо это видно на люльке, про эту особенность. Если вы установите сюда люльку, то не видно, то у вас получается небольшой доступ к багажному отделению. Но это не проблема, потому что здесь такая система установлена, гнущаяся вот здесь трубка. Вы на нее давите и тем самым образуете большое отверстие, для того, чтобы вы могли туда что-то положить. Мелочь, но приятно. Ну, в принципе, это все, что я хотел рассказать про эту интересную люльку. И теперь давайте подведем итоги. Как обычно, мое мнение. У меня очень положительное впечатление. На меня очень положительное впечатление произвела эта коляска. Мне она очень понравилась. Она внешне мне очень понравилась. Я считаю, дизайн у нее очень достойный. Мне понравилась вот эта фишечка с козырьками в обеих частях. И в люльке, и в прогулке. Это, на мой взгляд, очень полезная вещь. Мне понравилось качество исполнения самой всей конструкции. Мне понравилась ткань. Она очень приятная, тактильная. То, что в люльке деревянное дно, тоже, на мой взгляд, правильно. Мне нравится система тормоза. Когда мы нажимаем, мы блокируем. И чтобы отпустить тормоз, не нужно обратной стороной обуви отжимать ничего. Нажимаем просто сверху и продолжаем движение. Тем самым мы не портим свою обувь. Мне, в принципе, вообще, в целом понравилось все. За исключением только одного. В прогулочном блоке мне не нравится система вот этого гамака. Ребенок здесь не полностью горизонтально лежит, а в таком полусогнутом виде. А так, в принципе, придраться к коляске в целом очень сложно. Очень добротная, интересная коляска. Поэтому, на мой взгляд, стоит обратить на нее внимание. И, соответственно, выбор уже, как всегда, за вами. И хочу поблагодарить магазин Первая коляска за то, что предоставили нам на обзор эту колясочку интересную. Ну, а вы, собственно, подписывайтесь на мой канал. И удачи вам. Всего доброго.